Очень интересно, очень интересно, не надо меня втягачивать, я просто, я сейчас мусор поставлю, ну давайте, это более ты хулиганка, я вам потом его так же на голову поставлю. Следующий момент, раз вы так хорошо законами владеете, на каком основании это отказ? Потому что вы не получаете здесь, пишите письменный отказ, письменный отказ пишите, адрес кому, пожалуйста, я здесь нахожусь, пишите мне письменный отказ, что я такая-то, такая-то, отказала на основании таком. Вы здесь при чем? В гражданских правовых отношениях, что вы вмешиваете в то, что вам не понравилось. Проблема в том, что вы сейчас превышаете должностные полномочия, вот в чем проблема. Вы требуете от вас? Я требую от вас, да. Все, пошли. Отлично. От кого конкретно? Да, от кого конкретно. Товарищ капитан, такой-то. Я участвую, я вас не отводил в полицию, имелетию, вы третий. Что хотите? Здравствуйте, в чем дело? Да? В чем дело? Почему вы без разрешения заходите и фотографируете? Я не пойму. На каком основании? И что? Это не общественное место, выйдите, пожалуйста, с камерой. Ну так обыкновенно. Вы что? Послушайте, выйдите, пожалуйста, все с камеры, я вызову полицию. Вы не имеете права снимать без моего разрешения. Вы меня слышите или нет? Камеру выключите, пожалуйста. А где можно такое разрешение взять? Где хотите, там берите, такое разрешение. Есть комитет, пожалуйста, обращайтесь туда. Комитет чего? Ну что такое, я не пойму? Поговорить с тобой. Мужчины, выйдите, пожалуйста. Зачем вы вошли сюда? Зачем вы сюда пришли? Я вас прошу выйти. Услугу получить? Подстричься, давайте. Нет, вы услугу не получаете. Вы снимаете без моего. Я хочу подстричься. Нет. Что, вы мне откажете, что ли? Отложу. На каком основании? На том основании, что я занята. Вы не видите, что у меня клиентчик? Я подожду, ничего страшного. Сколько? Три часа подожду? Да. Готовы подождать три часа, я не что-то шок. Вы сюда на каком основании пришли, скажите? На железнобетонном. Вот на чем стоим, на том основании пришли. Здравствуйте. У нас в парикмахерскую пришли трое мужчин. И снимают без нашего разрешения. Не забывайте сказать, что хотят получить услугу парикмахера. Вы не хотите получить услугу. Кто вам сказал? Ты вам только что сказал, что я хочу подстричься. Так, камеру выключите, пожалуйста. И что дальше будет? Вы у меня подстрижете? Смоленская, Дроги, Московский проспорт. Я хочу заснять всю услугу парикмахера. Три, Дроги, пять. Можете подсказать? Малина. Студия Малина. Нет, со двора. Раз, десенька. Да, все равно. Какой? Четвертый. Да, шиш. Видишь? Или может быть вина. У нас уже вето. Зрила, Ван, Людмила, Дмитриевна. 911, 167, 44, 40. Да. Да. Я прошу их выйти, они не уходят. С тремя камерами трое мужчин. Так я хочу подстричься. Вы не хотите подстричься. Кто вам сказал? Что ты сказал? Хочу подстричься. Не кричите на меня, пожалуйста. Я не кричу. Хорошо, спасибо. Не кричите на меня. Я не кричу. Я вам объяснила, что я занята. Что объяснила? Я подожду. Сколько? Три часа? Готовы подождать три часа. Хорошо, ждите, только ждите, пожалуйста. Я хочу выйти вот тут. Я не хочу, чтобы вы снимали. Я посижу. Вы помните ваши на съемки. Паспорт вам должен? На каком основании вы снимаете? На железнобетонном. Нет, вы мне на железнобетонном. А на каком? Летички, а в словами, я поднаю. Ну, хамить мне не нужно. Вы хамить вставите в Москве. Все, в полицию приедет, напишите. Хорошо. Я думаю, что это блогер. А блогеры не люди? Люди, зачем? Все. Так странно, если я не вижу. Да нет, ничего не вижу странного. 21 век. Не в каменной веке живем. Да? Да. Да, это деньги заработать. Очень странно. На ком, на вас, что ли? Ну как? Не хочу даже заработать на вас. Ну как же. Я даже вас еще не требую, чтобы заработать. Не снимайте меня, пожалуйста. Я не снимаю, фиксирую. Я не понимаю, за что вы у меня собираетесь в сутку туда? Я хочу получить услугу. Ну как же, вам же в салон нет права сказать? Ну все понятно. Заказано все и все проплатено. И нет права в салонах. Конечно, может быть. Потому что вы не получаете услуги на сегодняшний момент. Раз вы так хорошо законами владеете. На каком основании это отказ? Потому что вы не получаете здесь. Пишите письме на отказ. Пожалуйста, вылите на вашу адрес. Письме на отказ пишите. Адрес кому, пожалуйста? В смысле адрес кому, пожалуйста? Я здесь нахожусь. Пишите мне письме на отказ. Что я такая-то, такая-то отказала на основании таком. Почему вы меня такими законами не надо пугать? Каким законами? Вас никто не пугает. Вы его не знаете. Вы где-то послушались пару фраз. Вы кто? Я пришла как раз за услугой, а вы... Вы получаете услугу. Отлично. Что вмешиваются в разговор? Я объясняю, что я занятую. Вот что вмешивается, да? А опять люди, не отвлекайте всех, пожалуйста. Вы свое ободро делаете. Вы, видимо, за это получаете. Получайте. Покиньте и... Вы кто? Вы кто, чтобы меня провожать отсюда? Я пришла по записи. Ну и запися. И все. А почему клиент говорит, чтобы я покинул помещение? Потому что вы отвлекаете весь салон. Вы создаете цирк. Я готова сейчас отвлекать. Создаете цирк. Стоите со мной разговариваете. Вы разговариваете со мной. Хотите? Нас две женщины. У нас с пистолетами стоят. А вы что, хорошо знаете закон? Я очень хорошо знаю. Если сейчас еще покажу быстрее, то я юрис. Хотите, мы вызываем полить? Да, очень хочу. Давайте, вызывайте. Да не цирк просто, не честное слово. Вам 29-я статья Конституции в путь? Вот так вот, по прямой. По той же схеме. Вот две недели назад, по той же схеме. Те же слова, те же просьбы, вопросы задают. А это вы что ли были в ют, как вы в интернете, да? Да что вы? А вы там все. Вы что ли были? А дайте автограф, пожалуйста. Нет, не дам. А что так? Не хочу. Почему? Потому. Я не артистка, чтобы вам готовить. Автограф денег стоит? Давайте я заплачу. Я не предупреждаю, если эта запись где-то с моим лицом появится, мое заявление будет написано. Пишите. Поверьте. Пишите. Пишите. Я не даю согласия снимать меня. Да не давай, что ты орешь-то? Я не ору, это вы пока орете. Вы пока орете. А зачем вы? Вы не в меня, люди люди, просто не в меня. Что ты голос повышаешь стоять, что ли? А на каком основании вы с ней разговариваете? А на каком основании она повышает на меня голос? А что она голос-то повышает на меня? Я? Я с ней нормально разговариваю. Она крикнула! А вы что сделали? А вы сейчас? Потому что она так не отговорит. А потом вы на съемке отредактируете. Такие белые честные. Честно, даже редактировать не буду. Да я видела. Я видела, что она здесь снимала и что она здесь вытворяла, как дралась с женщиной. Только она что-то вычеркнула все. Что я имею в виду? Нет, нападение, кстати, она не вычеркивала. Нападение? Она засняла, как женщина от нее. Да? А как она ее пинала, она это не показала. Женщина от нее отбивалась? Да, там две камеры-то было, девушка. Да, две камеры. Да. А у вас же там видеоразописи? Да, у нас идет. Ну, а лучше нападу заявление непосредственно. О чем заявление-то? Это уже будет шарусь. Юрист. Безграмотный юрист. Полобольство получается. Займление напишу, а что? Какое было в одерво? Какое хоро будет? А что здесь это заявление? Кому? Тебе что ли представиться должен? Тебе представиться должен? Крепяков? Тебе представиться должен, что ли? Я не обязана. Я сама пришла в салон. Нет, ты у меня спросила. Вы пришли сюда, даже не представились. Тебе представиться должен? Вы со мной разговариваете? А почему я тебе должен представляться? Мы с вами разговариваем на «вы». Вот мне интересно, почему вы с ней разговариваете на «ты»? А что меня запрещает? Да потому что это воспитание, которого нету человека. Что мне запрещает? Какое норма закона мне запрещает? Не обращаться на «ты». Кого? Тебя, что ли, отвлекают? Тебя отвлекают? Нет, я пришла за услугу. Ну и получай услугу. Тебя никто не трогал даже. Тебя никто не трогал. Получай услугу и все. Иди. С Христом Богом. Как они черепашку втроем снимали. Бедную, господи. Вы задолбали уже всех, понимаете? Кстати, хочу сказать, что здесь никакого кассового аппарата нет. Пришли с камером в мире и уиграли. Смоленская требует пенсии. Никого нет. Мы одни женщины здесь. Смоленская и Асанкт-Петербург. Московский простой. Зрилов, Рубин, Дмитрий. У вас же там зафиксировали. Не забудьте сказать, что они хотят получить услугу, стрижку. А вы отказываете в оказании услуг. Только это не забывайте сказать. А, позвоните. Подождите, я запишу. 5, 7, 3, 46, 50, спасибо. Хорошо. Уйду. А вы мне звоните, кстати. Зачем вы мне звоните? Телефон вибрирует. А зачем вы мне звоните-то? Ну, 112. Мне ваш тогда телефон звонит. Ну, у меня бибрирает телефон. Он мне еще звонит. Зачем вы мне звоните? Ну, потому что мне 112 дали этот телефон. Зачем я вам звонила? Не знаю, зачем вы мне звоните. Я не пойму, кто Вась-Вась с полицией. Я тоже не пойму, кто Вась-Вась с полицией. Вот я тоже не пойму. Зачем вы мне звоните? Вообще непонятно. Действительно. Тогда будьте добры, представьтесь, кто вы. Я, Вася Пупкин. Ну, полиция себя так не должна нести. Потому что я позвонила вызвать наряд полиции. Вы мне даете телефон мужчины, который здесь стоит. Вот вы его дали, я звоню, он стоит. Слушаю. Это я уже записала. Можно спросить юриста, а в какой вы фирме работаете? Я просто туда приду, скажу, что безграмотный, чтобы вас уволили. Вы сейчас там не говорите, сколько в личный адрес, чтобы потом сами будете очень долго разгребать. Кого разгребать? Я прошу со мной не разговаривать и ко мне не обращаться. Так я только спросил, в какой фирме вы работаете юристом? Там, наверное, дела все просто встали, ступо. Да, нужно, чтобы ваши шли. Я вам желаю удачи. Спасибо. А вам я не пожелаю. Ну, если вы не наступлены еще, вы подожди. Удачи, не до юриста, я не желаю. Вот, уважаемые зрители, ни в коем случае не звоните по этому номеру телефона. Мы полицию ждем, чтобы написать заявление. А что вы не делаете? А вам какое дело? Как это? Я пришла сюда дома. Подождите, вы объект этого заявления? Нет. Почему, кстати, вы без маски, а? Давайте я вас фотографирую. Он с маской, вон он. Вот это он. Слушайте, вообще, ваши хищеньки, вы не правы, ребят. Вы сидите, не верите людей, при всех честных плещей. Сейчас что-то не нравится, милицию ждите вот так. Или нет у нас милиции? Да, я после сайта, я знаю, что приблизительно заходит. У нас милиция в Белоруссии только. Понимаете, такое дело? Не надо вообще создавать нервозную установку. Здесь сидит клиент. Меня вы видите. Ну так мы с клиентом общаемся. Мы общаемся отлично, пока вы нас не прервали. Что значит вы общаетесь? Общаться вы. Вы не оказываете нам в дело на участие. У человека дома. Вот идите у себя дома и там приказывайте. Выйдите, пожалуйста, отсюда. Пожалуйста, выйдите. Здесь нельзя с нами общаться. Посторонний человек, выйдите отсюда. Нет, я просто советую. Выйдите отсюда. Выйдите отсюда. Что же выйдете? Вот и я так же вам не потеряюсь, как вы мне. Нет. Не надо меня фотографировать. Я сейчас музыку поставлю на голову. Ну давайте, это более хулиганка. Я вам потом его так же на голову поставлю. Что это такое? Владельца вот этого участка. Так она владелец или прихмахер? Не знаю. Что значит? Так вы определитесь. Вы спросите у нее. Вы путаетесь в показаниях. Спросите у нее. Вы путаетесь в показаниях. Вы у меня показания не имеете права брать. Вы не имеете права. Идиоты. Вы оскорбляете. Оскорбление. Нет, почему? Если вы идиоты клинические, какой же это оскорбляет? Вы не председатель совета дома, а не доктор. Какой же это оскорбляет? Вы доктор? Причем я в ютубах еще где-то не бывает. Уже будете. Меня бесполезно. Весь дом посовет. Бесполезно. Вы доктор? Бесполезно. Бесполезно. Пожалуйста, не шайки. Мешай. Люди пришли, угрожай. Люди пришли, угрожай. Перестаньте клеветой заниматься. Перестаньте клеветой заниматься. Звоните, мы ждем его. Уже второй час пошел, как мы его ждем. Здравствуйте. 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 Девятый у него полярча, билет. Ага, как вам сейчас лучше? Питана или по имени? Как удобно? Без разницы. Что у вас? Сталон красоты занимался самоуправством. Хочу по 19.1 написать на нее за время. Это раз. Сейчас подождите, разберемся со своим. Послушайте все в целом. Усматриваем нарушение санитарного законодательства. Отказ в обслуживании 14.8. Коапоры. Поэтому, вот, хотелось бы подать вам протокол неуслового заявления. О заявлении. Если не излагайтесь. А устную я не могу уже изложить? Не изложнитесь. Нет? Нет. Тогда, пожалуйста, тожественно вызовите, чтобы он вам 726 приказ напомнил. И не тронут на ее дело. Паспорт, давайте. Зачем? Я вам диктую все сверху. Садитесь. Присаживайтесь. Я задержан. На меня заявление написано. Я ориентирую. Я должен убедиться, что... Нет, давайте все-таки соответственно. Заявление подает человек, чьи данные вы называете. Я называю вам данные. Вы пишите. У вас есть основания не доверять гражданину? Тогда ответственно. Давайте сразу. Все. Ну, я считаю, что вы превышаете должностной полномочию. Возможно, в ваших действиях есть состав. Если вы слушаетесь, то ставьте лайки. Конечно. Но я анонимно не могу это делать. Нет. Все. Давайте 112 ответственно. То есть у гражданина нет никаких прав. Обалдеть вообще. Я такого не встречал. То есть реально у нас в стране не принимается заявление. Я вам диктую данные. Что это такое? Капитан. А вы так председатель, да, этого дома получается? Я председатель. А данная организация по договору Анайман работает? Знаю. Я просто знаю, что здесь работает. Знаете? Вы же председатель. Вы должны знать. А что я должна знать? Не надо мне рассказывать, что я должна знать. степень зрения. Ворвались. И тренировки эта людей. А что вы должны знать? А дальше вы будете регенерации от него. Ворвались? Ворвались кто? Закрытое или открытое помещение? Ворвались. Я знакома с этим человеком. Как я могу ворваться в открытое помещение? Я знакома. Мы вместе вошли. Я ж не видела, как вы вошли. Как я могу ворваться в открытое помещение? Я вас не издела. Ну так же как в магазине. Он же открытый. Если там хулиганить будете? Зачем вы тогда врёте? Если вы угрожать будете кому-то, хулиганить в магазине. А вот магазин тоже открытка. Круглосочный, ну там, хотите сказать? Так опрошимись в магазин. В наш дом. Опрошимись в магазин. Так будет водка, чтобы получиться. Вот запишитесь. Вы как председатель займитесь этим? Мне сказали, что меня убьют. Или вы не в состоянии? Вот я вам сообщаю, займитесь. Вот у вас участковый сидит. Вы отказываетесь? Я необходимости в этом не вижу. Мало ли что вы видите. Требования гражданина это основное. С вами сейчас конфликтная ситуация. Мы считаем. Это с вами конфликтная ситуация. В чём у нас конфликт? Мы сидим в общественном месте. Вы нас пытаетесь выгнать отсюда. Мы пытаемся получить услугу у данного салона. Вы препятствуете. Да плевать, что они отказаны. А кто-то решил, вы, сотрудник полиции, что нам будет отказано? Нет, администратор. Администратор салона. Пускай письменный отказ напишет. Да. Ну если она отказывается писать, что вы хотите. А вы здесь при чём? Вы здесь при чём? Вы здесь при чём? В гражданских правовых отношениях. Зачем вы вмешиваетесь в то, что вам не отказано? А вы зачем стоите и требуете от неё? Она вам сказала. Это мои законные требования от неё. Об этом написано заявление. Факт зафиксирован. У меня другое заявление было. Вы даже не прочитали его в принципе-то. В чём проблема-то? Проблема в том, что вы сейчас превышаете должностные полномочия. Вот в чём проблема. Вам уже два гражданина об этом говорят. Фил, ты так же считаешь? Да. Вот три. А наше мнение согласно 50-й статье закона полиции решающего. И позорите. Стоите сейчас свой отдел. И позорите свой отдел. И в том числе начальника своего. Не учите, пожалуйста. А кто будет вас учить? Кто вас будет учить? Как не граждане Российской Федерации? Если вы безграмотный сотрудник полиции. Слушай, Саша, давай сейчас сделаем так. Вы сейчас от нас требуете, да, чтобы мы покинули данный салон? Если это требование, да, не вопрос, мы покинем. Мы подчинимся этому требованию. Вы требуете от нас? Или просите. Данное видео будет отправлено сразу в прокуратуру. Вы требуете от нас? Я требую от вас, да. Всё, пошли. Отлично. От кого конкретно? Да, от кого конкретно? Да, от кого конкретно. Товарищ капитан, такой-то. Я участковый 29 полиции, милетин, дмитрий Александрович. Всего хорошего. Всего хорошего. Я пока не снимаю. Ну, больше не выйдет, тигры. Он точно как-то шмон сделал. Нет. Зато, знаете, нарушение? Ну, он мне сказал, что он накажет тебя. Который, по-моему, мне ее привыкла к нам помочь. И выгнал нас из салона «Малина». Вы не должны заходить туда. Он правильно сделал. Смоленская, 3-5. 3-4-5. Московский район города Санкт-Петербурга. И начали шмон делать. Гоц-номер автомобиля Роман. 12-65-78. Приехал на автомобиле Р-12. Вы не имеете права заходить. Здесь санкции прокурора и делать шмон. Вот это форум здесь. Это получите по моргам. Р-12. Я в чём тут 32-го? Я чё знаю? Да вас никто не выселяет отсюда! Блин! Костюк! Недавно! Как же вы выселяет его? Он меня бисит! Круто, ты дерьмо! Ты дерьмо! Ты дерьмо! Дерьмо называли! Чего еще раз говорите? Чего еще раз говорите? Ну так иди сюда, иди сюда! Покажу, что такое, и оставим! Поленчало? Нет еще Поленчай, завтра к вам придем Вот он, результат нашего визита Да, часы работы, но он закрылся Понимая, сколько нарушений Скорее всего, ее вызвали в отдел сейчас Писать объяснение И на нас заявление как-то напишет Ну пусть напишет, а результат тот, что Нарушители закрыты Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Яковлевлайв, надзор Санкт-Петербург И великолепно